Дружба Если спросить любого человека в любой части мира, он скажет, что дружба это великолепно, что это прекрасно, и наличие верных и близких друзей это очень большая ценность. Но тем не менее, исследования в этой области говорят о том, что человек при сравнительном анализе материально обеспеченной жизни и дружбы, других ценностей дружбы стоит на последнее место. Что такое происходит, почему так девальвирована дружба, и что такое дружба вообще с точки зрения Кабалы? Во-первых, она не девальвирована, просто мы исходим из того, что на самом деле есть в мире, из реальности. И видим, что хотя это свойство, как любовь, дружба, преданность, сочувствие, это прекрасные, может быть, побуждения и благие порывы, Но суждены ли они нам эти благие порывы в наше время? Мы видим, что этого нет, и поэтому искать или обменивать то, что реально дает власть, силу, благополучие, не зависит ни от кого, ни от какого-то доброго товарища, Его доброго настроения, стечения обстоятельств и так далее, а зависит только от меня. Там, где я точно уверен, максимально, по крайней мере, уверен в том, что я смогу влавствовать над своими обстоятельствами, обеспечить себя максимально комфортом и всем, то, конечно, здесь дружба, любовь, преданность, сочувствие и прочие такие отношения между людьми, когда я завишу полностью от других, они в наше время абсолютно не котируются, они не подтверждаются жизненной практикой. Ну что же мы можем сделать? Но на самом деле, если бы это существовало, то люди бы с удовольствием обменяли все на эти отношения, на эти чувства, взаимные друг к другу, потому что они нас наполняют. Все остальное только ставит нас в состояние безопасности. А эти отношения, любовь, дружба, сочувствие, они нас наполняют. И дают такое наполнение духовное, нравственное, душевное, которое, естественно, не заменишь никакими материальными ценностями. Да. Но, к сожалению, люди понимают, что надо предпочесть одно другому. И поэтому, конечно, на последнем месте сегодня это может быть только. Кто у меня друг, я не знаю. На кого я могу понадеяться, я не знаю. Чью преданность, любовь я могу завоевать, и надо ли в это вкладываться вообще. Я лучше буду вкладывать во что-то более реальное. Реальным называется то, что зависит от меня, а не от других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова